Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренний в серебряной рассе. Осталось 30 минут. Вот здесь бы остановиться надо, потому что после этого у меня почему-то порох закончился. У меня закончился порох. Заглянусь что ли. Сейчас я показал. У меня есть диск, его найти надо. Я хотел бы, чтобы эти фотографии почти никто не видел. Те самые первые. Они были самые удачные. Тогда может хотя бы это. Когда-то нам надо будет составлять дословную всех чудес, которые есть в моём саду. Осталось 12 минут, поэтому я уже там вопросы-ответы. Но это сверху. Я вот с 18 года нету сил показать, что ещё творится. Для меня 16-17 это уже история. Ну давайте заглянем. Что вы можете добиться сразу. Сразу, да. Вот 205. Жалко, раньше не было чипровок от аппарата. Жалко, жалко, жалко. Не было чипровок от аппарата. Так, всё же я хотел показать вам. На девушек не глядеть. Только на фотографию. Так, фотография, которую сотня питомников украла, выдаётся свою. Военно та самая. Дело в том, что... Далее, 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 далее. Ага, вот он. Смотрите. У меня есть там ниже. Я примерно хотел вам показать, подсказать. Мы сейчас посмотрели от приготовленного. Я же не умею коротко говорить. А что коротко? Не режь, не поливай. То есть не режь. Не калечай, не опрыскивай. И что? А дальше-то? А мне ещё доказать надо. И вот получается так. Значит, там... Помните, на прошлом году, если женщина там мне написала, всё прекрасно, там это... И сюрприз. Я вам позже подограду пишу. Я теперь гадаю, что же за сюрприз. А у меня как получилось? Этот... Похож на абрикос. Чёрт, нет, он абрикос. Ну, это тот самый, который я привёз с Херсонской области, да? Вот. А у него в родне персики там были. Что надо делать? Дальше говорю о серьёзных вещах. У нас получилось раздвоение в воде. Я не раз говорил. Значит, у нас такое... Сотрудничество хорошее с Луденком. Он мне прислал черенки. Груши сладкие там получились. Вот. А я ему прислал абрикосы. И он их... Он мне всё обещает целую папку прислать. Старые фотографии я вам показывал. Чудо, сказка. А именно те, которые... Я их только в видеофильме видел. Мои же абрикосы. И он утверждает, что он их сохраняет навсегда. Их качество. Потому что приводит на культурные. Так. А культурные абрикосы... Я всегда считал, что если посадишь косточку, Он замёрзнет. А теперь ко мне поступает... Сами видели скоп фотографий. Что? Не замерзает? Так. Что тогда получается? Получается, что у культурных абрикосов... У того же самого... Королевского... Это мой... Как сказать... Один из главных... Моих этих лидеров. Внедрены гены морозной кости. У него два пути. Науки нету. Остаётся одно. Как можно шире эксперимент. Как можно шире эксперимент. Вот. И потом... Когда... Вы его вырастите. Тоже кости. У вас будет нечто другое. Так. Просто... Можно ждать таких чудес, которые... У меня два случая. Оба были... Один на рынке, один в СИЗО. Там есть сад, где пять моих абрикосов. Огромные деревья. Невероятные. Я поснимал фильм. Тут никак обманешь, когда я под ними стою. Вот он урожай. Я стою. Единственное, что там было... На тот день крупный был королевский. Сейчас поймите меня правильно. Вот. Я пытаюсь... Как сохранить их качество? Латинков пошёл по такому пути. Давайте привать на культурный. А если по Сибири мы приваем на культурный, они вместе с подвольным-то и замёрзнут. Хорошо на юге. Экспериментируйте. И у меня два случая. В том фильме, где я снимал в СИЗО. Так. Значит. Урожай был на всех. А он в Франции. Королевский уже отошёл урожай. Его нету. А на этих полно. Серафима я сразу узнал. Раз там этот... Амур ещё. А королевский пустой. Я говорю, а плоды какие были? Она мне говорит, вот такие. Я говорю, вот такие. Нет, вот такие. Понимаете? Я говорю, может всё-таки такие? Она говорит, нет, вот такие. И смотрит на меня честными глазами. А второй случай. Точно такой же, из косточки королевских. Но на рынке. Вот. Вы знаете, я вырастила ваши эти. Ну, покупала саженец. Потом вырастила из косточки. А я с 25 лет уже, пока это этим занимаюсь. Говорю, вот. Я говорю, какие были плоды? Вот такие. Я говорю, может такие? Нет, вот такие. Понимаете, какое будущее? Как закрепить одно, а ещё увеличить другое? Мы сейчас с вами, я этим заканчиваю свою речь. Мы сейчас с вами должны... Это, кстати, пример вот этого. Переделанного этого самого. Ну, с Хельсанской области. Который оттуда шёл под названием Персиковый. Я привёз. Представляете? Есть среди Персикового? Вот. А получается-то как? Я в середине пути. А дальше что? Дальше, чтобы вы все друзья... Почти все уже купили у меня черенки и косточки. Вот. Это понятно. Среди слушателей. Значит, дальше надо что? Есть два пути. Причём Латинком он твёрдо стоит на своём. А я уважаю его. В мнении. Вот. Только на культурный. Я выбираю средний вариант. Прошлой весной я взял. И Юрина Александровна увидела. Я начал. У меня на Манчжорица привез культурный. А я на культурный ещё культурный. Или просто другой культурный. Я хочу увеличить размер плодов дальше. Реально это или нет? А почему Манчжорица у меня в три раза плоды увеличились? Ой, Манчжорица. Это самое. Мичурины. Три раза. За один раз. За один год. И вот я, как бы сказать, мне надо, чтобы у вас у всех, почему я так говорю, почему я показываю вот эти вот самые фотографии. Вот. Я хочу, чтобы у вас у всех загорелись глаза. Понимаете? Вот. Настолько это обычно, настолько это, что я не сказал, примитивно. Ведь практически никто в саду. В этом году, вы представляете, как трудно было, Илья Александровна Савельевич, при практикантке. Сколько раз брали в руки тяпку? Тишина. Сколько раз это самое, брали в руки обрезку делали? Тишина. Сколько раз вы опрыскивали мой сад? Вы же практикантка. Я должен был сказать, вот отсюда и до вечера. А то я не подпишу эту самую бумагу, чтобы прошли практику. Опять тишина. И после этого, когда я из-за того, чтобы не было времени, Всё это делал выполнять. Поначалу пара деревьев угробил, отпиливал ветки толщиной в руку. Сразу погибли. Это в Сибирь. Представляете, к чему я призываю вас? Единственное, брать количество. Брать количество. У меня маленький мой секрет. Всё-таки селекция прошла. Как? Как? Моя селекция прошла так. Я работаю на заводе. Я на острове выращиваю сад промышленный. Всё запущено. Всё заброшено. Вот. И траву не всегда успевал косить. И когда я понял, она черта, я вообще всё это придумали. Вот этими я словами кончаю. Ирина Александровна, желаю вам стать ведущей Центрального Федерального канала номер один. Внешность позволяет. Грамотность позволяет. Вы умеете, единственная выпускница вашего Градного университета, выращивать сады. Это много значит. Это вас должно настраивать на это. На чудеса. Когда посменятся там руководители. В этом самом... Можно было бы темирять звуку сразу. Ну, там, на скромную должность. Например, зампроректором по этим самым. Именно по садоводству. Сейчас садоводство никого не волнует. Покажут вам эти самые, какие-то жасмены или это. Вот. Людики скажут, вот это наша работа. Красивая. Только есть нельзя. Я вас вот это желаю. Это было бы... Пусть это не научная работа. Всё-таки ведущий – это красота, это баяние, это возможность людям показать необозримое. Пусть вы остановитесь, как учёные. Но с другой стороны, вы можете помочь миллионам. Именно такая же... Вы единственные на данный момент, кто это может. На всю планету. Я-то знаю, что говорю. Поверьте мне. Человек просто, который зазубрил текст. Вот как они. Знаете, как они отворачивались. Пытались, чтобы люди не видели, что у них саженец был в горшок. Посажен перед съёмкой. Потому что, когда они его вытаскивали, ком рассыпался, они отвернулись, показали нам задницу. И показывали так, чтобы не видно было, как они его ставят. Это не тот уровень. Ваш уровень – это наука плюс любительское садоводство. Плюс, вот так же, как я сейчас, тащить за собой в такие дали. Теперь вы уже это самое. Сами уже инфицированы этой болезнью садоводство. Теперь давайте других. Ждём, когда там сменится. Там есть причины, по которым этот канал теряет зрителей. Занимается такими вещами, что стыдно. Я даже боюсь эти примеры приводить. Потому что есть такие вещи, которые даже говорить стыдно. И не то, чтобы показывать крупным планом. Вот. Вот на этом я заканчиваю эту речь. Я надеюсь, что когда-то... Можно не обеусловить. Вот чем хорош Владинков, да? Надеюсь, говорит, вы шесть силы. Помогут Константинович, не сомневаюсь. Мне пока помог. Я себе воспитал двух надёжных помощников. Сергея Железова и Елена Александровна Савинич. Которую я дочкой называю. Вот. И пока, значит, высшая сила всё-таки на нашей стороне. Ну что, переходим. Моё время истекло. Мои два часа. Извините за длинную речь. Я хотел высказаться. Вот сейчас, знаете... У нас же письма будут там, да? Пока мы говорили, посыпались письма. Я специально не буду в нашей кухне. Пять лет назад были у вас красавцы в хуторе. Так. Хочу заказать черенки абрикоса. Королевский академик. Так. Сегодня аккаунт активирован. Но это, наверное, про... Примите заказ на черенки. Вот так. Тут пока ничего интересного, да? Сейчас мы будем 5 минуты перы выстраивать. Так. Кто куда, я на кухню. Кто куда, я на кухню.